Ройальдаль. Фантастический мистер Альюс. Глава тринадцатая. Огромная кладовая банса. «Господи, рыжик!» – воскликнул Барсук. «А что случилось с твоим хвостом?» «Не спрашивай, пожалуйста», – ответил мистер Фокс. «Мне больно об этом говорить». Они рыли новый туннель. Рыли молча. Барсук был отличным землекопом, и с его помощью работа шла очень быстро. Вскоре они оказались под другим деревянным полом. Мистер Фокс хитро усмехнулся, обнажив острые белые зубы. «Если не ошибаюсь, дружище Барсук, – сказал он, – мы сейчас под фермой этого противно опузатого коротышки банса. Хочу уточнить. Мы под самой интересной частью его фермы. «Утки и гуси!» – завизжали лисята, облизывая губы. «Нежные соточные уточки и большие жирные гуси!» «Вот именно!» – кинул мистер Фокс. «Но откуда ты можешь знать, где мы находимся?» – удивился Барсук. Мистер Фокс снова ухмыльнулся, обнажив еще больше белых зубов. «Понимаешь, я найду дорогу к этим фермам с завязанными глазами. Причем одинаково легко как по земле, так и под землей». Потянувшись вверх, он сдвинул сначала одну доску, потом в другую. Просунул голову в щель. «Да!» – закричал он, запрыгивая наверх. «Опять получилось! Прямо в точку! В самое яблочко! Залезайте скорей!» Барсук и трое лисят проворно вскарабкались следом. Они застыли, как вкопанные с широко открытыми глазами. От потрясения они не могли говорить, потому что увидели наяву мечтой любой лисы, любого барсука. «Перед тобой, старина барсук!» – торжественно заявил он. «Великолепная кладовая Банса! Здесь он держит самых отборных птиц, уже ощипанных и готовых для жарки. Вдоль всех четырех стен встали шкафы и полки от пола до потолка. Они были забиты сотнями аппетитных жирных уток и гусей». «Просто радует глаз, да?» – приплясывая восторгался мистер Фокс. «Ну что скажете? Вот это вкуснятина!» И вдруг они словно обезумели. Трое голодных лисят и оголодавший барсук ринулись к вожделенной еде. «Стоп!» – остановил их мистер Фокс. «Это моя вечеринка. Поэтому выбирать буду я». Они отступили, облизываясь. Мистер Фокс прошелся по голодовой, осматривая сокровища с видом знатока. У него потекли слюни. Одна капля на мгновение повисла на подбородке и шлепнулась на пол. «Главное, не переборщить, – говорил он, – чтобы они не разгадали нашу игру. Мы должны вести себя тихо и брать понемногу. Поэтому для начала возьмем четырех пухленьких уточек». Он снял их с полки. «Ах, какие славные и жирные! Неудивительно, что Банс продает их по специальной цене. Так, Барсук, помоги мне спустить их вниз. Вы, дети, тоже помогайте». «Боже мой, да у вас слюни текут рекой!» «Осторожно, сюда!» «А как насчет парочки дивных копченых окороков?» «Обожаю копченый окорок! А ты, Барсук!» «Будь добр, принеси лестницу». Мистер Фокс забрался по лестнице и передал Барсуку три великолепных окорока. «А грудинку ты любишь, Барсук?» «Я без ума от грудинки!» – завопил Барсук, приплясывая от возбуждения. «Давай возьмем кусок грудинки. Вон тот, большой!» «И морковку, папа!» – сказал самый маленький из трех лесят. «Нужно взять еще немного моркови». «Не говори глупости!» – отмахнулся отец. «Ты же знаешь, мы не питаемся такой ерундой. Это не для нас, папа. Это же для кроликов. Они же едят только овощи». «Боже мой, ты прав», – воскликнул мистер Фокс. «Какой у меня внимательный маленький сын. Возьми десять пучков моркови». Вскоре вся эта чудесная добыча была аккуратно сложена на полу. Лесята сидели рядом, поводя носами. «Их глазенки сияли, как звезды!» «А теперь», – сказал мистер Фокс, – «нам придется одолжить у нашего друга Банса пару тачек, что стоят в углу». Они с Барсуком взяли тачки и сложили на них уток, гусей, окорок и грудинку. Быстро спустили тачки сквозь дыру в полу и сами спрыгнули следом. «Дети», – обратился он к двоим лисятам. «Берите каждый по тачке и бегом к маме!» «Передайте ей привет от меня и скажите, что к ужину у нас будут гости. Барсуки, кроты, кролики, еноты. Пусть готовят пир на весь мир!» «И передайте, что у нас осталось еще одно дельце, а потом мы сразу вернемся домой». «Да, папа, хорошо, папа», – ответили они и, схватив каждый по тачке, помчались по туннелю. Субтитры создавал DimaTorzok